посмотрим и она 663 и она 663 давайте только один стих с вами прочитаем и таки она 663 дух животворит плод не пользует немало слова которые говорю я вам суть дух и жизнь значит вчера вы слушали слово значит мы с вами живем в мире который внизу иисус говорит я пришел сверху я пришел сверху то есть это не просто сверху это мир над творениями а этот мир он мир внутри творений и потом иисус говорит я я принадлежу небу вы принадлежите земле поэтому верху небо внизу земля так что это значит мы с вами живем в свойственном мире то есть все 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 ограничено пространство временем все ограничено пространство временем затем все ресурсы ограничены и все связано временем поэтому это временный мир а верху это превосходящий мир и здесь все ресурсы не ограничены и это вечный мир и вот здесь бог пребывает на небе и метод как бог существует это мы видим есть бог отец есть бог сын и у них есть отношения отец он полна сын он полноценно повинуется отцу отец сыну жизнь дает и дает ему славу и таким образом они являются одним целым и мы люди были созданы по образу божьему поэтому мы говорили вчера бытие 126 и 27 по нашему образу по своему образу то есть мы с вами говорили о три едином боге правильно то есть это по нашему образу это значит по образу три единого бога по три единого богу это значит что человек был создан так чтобы пребывая в три едином боге иметь заветное общение с ним и бытие 27 мы говорили о том что для того чтобы человек мог пребывать внутри три едином боге для того чтобы мог иметь заветное общение с богом чеку необходимо быть первое духовным творением и второе быть личностью индивидуальность и все творения они были сотворены словом но человек отличается бог сотворил человека из праха земного вдунул у него дыхание жизни и чек стал душой живой поэтому человек он может общаться с богом то есть человек он надеется на бога и повинуется богу и тогда бог он играет роль бога в этих отношениях это значит что бог дает человеку духовные благословенные и вот таким вот образом таким вот образом и таким образом человек он может человек он может управлять и завоевывать все творения на земле тогда творение в свою очередь буду давать человеку необходимые ресурсы для жизни на земле поэтому мы видим что что бог он делает человека бытие 1.28 он делает его уполномоченно управлять все всеми творениями на земле вместо бога и такому человеку такому человеку бог он дает повеление чтобы поддерживать такие отношения с человеком бытие 2.17 что ты можешь кушать от всякого дерева в саду но но не вкушать дерево познания добра и зла и вот таким образом человек он может быть творением которое имеет заветное отношение с богом и тогда бог делает человека уполномоченным управлять всеми творениями на земле но человек грех опал но человек грех опал вкушать от дерева познания добра и зла но они вкусили и тем самым проявили неповиновение божьему слову совершили грех это и событие бытие 3 глава и бог он же сказал что если вы вкусите от дерева познания добра и зла вы смертью умрете но тем не менее человек он же вкусил но они же не умерли но посмотрите адам ева они же остались живы физически нет но духовно произошло разделение смерть значит духовная смерть то есть произошла духовная смерть в тот же момент поскольку пришла духовная смерть то человек стал бояться бояться человек то есть человек стал бояться бога значит бог он ищет адама а написано адам он спрятался поэтому видим что такое бытие 3 глава это событие когда произошло разделение между богом и человеком когда человек был отрезан от духовного мира и вот как вы хорошо знаете в бытие 3 глава кто появляется сатана то есть мы сейчас живем внутри бытия 3 главы это значит человек принадлежит сатане один человек на там на jungle и поскольку Going все духовное отобранное от человека беспокойство descobrir бедствие То есть бедствие пришло к человеку Когда только плотской осталось Поэтому всем потомкам Адама Мы видим Передался вот этот вот Первородный грех Если вы Находите в таком состоянии Это значит что сатна он действует тьмою Он закрывает духовные глаза И поскольку Духовные глаза закрыты То человек он смотрит на все только Физическими глазами А что такое фон Ада Фон Ада постоянно дает нам неверие Чтоб мы не верили с вами В духовный мир и в Бога не верили Значит Духовный мир Бога его не видно Потому что они духовные но они существуют Но Фон Ада делает так что дает мне неверие Чтобы я не верил И жил так как будто не духовного мира И только жил Зная этот физический Ненастоящий мир То есть вот этот физический мир Он как иллюзия Иллюзия А люди верят только в этот физический мир Потому что сказано что вера Есть уверенность в невидимом Но люди Но люди Они только видимые Только видимые воспринимают за реальность Только видимые воспринимают реальностью А что такое бедствие? Бедствие это когда Происходит духовное разделение Постоянно с Богом Духовное разделение Духовное разделение с Богом И И вот эти силы бедствия Они так же что делают? Силы бедствия Они Они делают нас Значит Зацикленными И зависимыми от мирских вещей И мешают сосредоточиться на Боге И в таком состоянии Люди Они являются духовными Духовно невежественными И не могут сосредоточиться на Боге Поэтому они знают Только вот этот физический мир И для них физический мир является Совсем И вот мир в котором люди живут Это То есть Этот физический мир является Вот Земной мир Земной мир Что в земном мире? В земном мире только одно Это фокус на Еду Питье Проживание Поэтому Поэтому У неверующих У них только один интерес Как хорошо жить Как Иметь Еду Питье И проживание И даже сейчас Значит Сейчас обучение Сейчас праздники в Корее И у всех только один интерес Это Отдыхать Путешествовать Кушать И для них Это Счастье Ну вот это Есть Земной мир И вот Таким образом И вот Тогда Ну как люди могут жить Счастливо Только одно плотское У людей Ну вот они постоянно Следуют за этим Значит Для них Все это Только Питье Еда И проживание И поэтому Для них это Стало нормой И когда мы Говорим Что там Состоточное Обучение Либо же там Духовное Они говорят Так как вы можете Жить без материального Но что они Не знают Что этот мир Это царство Сатаны Царство Сатаны Поэтому Иоанна 16 111 сказано Князь мира сего Сатана 2 Корифтам 4.4 Бог века сего Сатана Поэтому мы видим Что В В царстве Сатаны То есть Сатана правит И В каком положении Находится человек Здесь Человек является Полностью Рабом Сатаны Раб Сатаны Он Слуга Сатаны Что говорит Библия Ваш отец Дьявол Вот Ефесянам Вот Иоанна 8.44 А так же Ефесянам 2.2 В которых Вы никогда Жили По обычаю Мира По воле Гнязья Господствующие В воздухе Духа Действующая Ныне В сынах Противления Поэтому Видим Что Сатана Он Захватил Власть В воздухе И он Сейчас Правит Над этим Миром Правит Этимиром Поэтому Видим Что Человек Он Не может Выбраться С 12 Проблем То есть Не может Сам Выбраться Отсюда Это 12 Проблем Это Западня Западня В которой Он Всех людей Уловил Что это за Западня Бытие 3 4 5 Бытие 6 4 5 11 1 8 Только Я Бытие 3 Глава Ты Хан Ты Бог Ты Как Бог Поэтому Люди Говорят Я Как Бог Затем Только Только Плотское Бытие 6 Глава И Потом Только Только Мирской Успех Бытие 11 Глава То есть Вот это Есть Вавилонская Башня И Исполина И Затем Вот это Стало Культурой Деяния 13 Глава Деяния 6 Глава Деяния 19 Глава Поэтому Вот это Культура Тьмы Стало Рамкой Сатаны Рамкой То есть Сатана Он всех Людей Заключил В Рамке Культуры Тьмы И Потом Через Семейный Род Каждому Передается Стали Передаваться 6 Бедствий 6 Проблем Это Является Это Является Ловушка Сатана Ловушка И Вот это Есть Греховный Мир И Вот Мы С вами Здесь Родились И Мы С вами Здесь Жили И Мы Здесь Будем Умирать Если Бог Не Говорит Нам Это Через Своё Слово Через Откровение Тогда Мы Никому Тогда Мы Никогда Не Сможем Узнать Об Этому Значит Неверующие Они Не Знают Об Этому Потому Что Они Не Верят В Бога К Примеру То есть Неверующие Так Думают А Я Хозяин Сво Жить Но На самом деле Это Я Так Думал Но На самом деле Это Сатана Хозяин Жизни Сатана Хозяин Жизни Неверующих А Если Этого Не Знать Это Что Значит Тогда Церковь Она Тогда Церковь Она Тоже Будет Вот В Рамках Сатаны Поэтому Посмотрите На Программы Которые В церкви Есть Вот То есть Посмотрите Церкви В которых Нет Евангелия Эти Церкви Основаны На Программах Поэтому Был Такой Социолог Как Маслоу И Он Объяснил Иерархию Чеческих Потребностей И Вот Церковь Она Постоянно Этим Занимается Значит Первое Что самое Делает Это Это Вот Такие Самые Самые Низкие Потребности Это Физиологические Потребности Почему Потому Что У человека У него Есть Путь Ему Нужно Кушать Как То Спать Поэтому Мы говорим Это Физиологические Потребности Внутри Первое Да Внизу Физиологически Потому что Нужно Выживать Поэтому Церковь Когда Собирает Людей Внутри Себя Она Выполняет Вот эту Роль Роль Восполнение Физиологических Потребности Хотя Тоже Я Когда Еду В Африку Либо Жив В Азии Большинство Церквей Они Занимаются Вот Это Вот Они Вот Эту Роль Выполняют Поэтому Что Самое Основное В церкви Это То Что Это Это Вера Вера Ради Благословений Например Если Кто Боль Ну Если Кто Бедный То Они Говорят Что Надо Верить В Иисуса Чтобы Появились Финансы То Есть С Ожиданием Что Придут Финансы В Их Жизнь Они Верят В Иисуса Но Но Вот Это Удел Бедных Стран Потому Что В богатых Странах У них Нет Проблем Физиологического У них Все В порядке С питанием С Проживанием Поэтому Им не Нужны Такие Программы В церквях Поэтому В богатых Странах Церкви Не Занимаются Таким И Когда Восполнятся Физические Потребности Тогда Следующие Придут То Надо Восполнить Следующие Потребности Это Это Потребности В Безопасности То К примеру Когда Есть Опасность Необходимо Решить Эту Проблему Другими Словами Это Вера Ради Решения Проблем К примеру Там Есть Физические Болезни Потом Финансовые Проблемы Какие Что мы видим В церквях Происходят Различные Молитвенные Собрания Например Там Молитва За нужды И Вот Они Усердно Молятся За нужды Людей Ну и Конечно Людям Ну это Ну это Нравится Молятся За нужды Это же Хорошо Потому что Что Проблемы Решились И Ради Того Чтобы Решились Проблемы Они Занимаются Они Проводят Ночные Молитвы Потом Они Входят В пост Ну Тоже Самое Но В Корее Но В Корее Раньше Были Очень Много Популярные Это Молитвенные Дома То есть Обычно Они Находятся В горах Поэтому Люди Ходили Туда И Там Молились Потому что Если В городе Они Поставили Молитвенный Дом Там Они Кричали То Конечно Это Было Неудобство Для Многих И Так же Само Вот Вокруг Нашей Церкви Есть Одна Церковь И Вот Эта Церковь Она Собрала Она Большая Поэтому Она Собрала Всех Пациентов В городе Тегу И Они Они Усадили И Потом Начали Просравлять И Начали Молиться За Них Поэтому Вот Эти Церкви Молили За то Чтобы Болезни Ушли У всех Ну Конечно Очень Это Все Нравилось Людям И Конечно Многие Люди Они Ожидали В Будущем Что Если Они Подают В ту Церковь То Конечно Ж Они Смогут Там Получить Исцеление Но Сейчас Уже Медицинский Уровень Повысился В Корее Поэтому Вот Болезни Уже Не Является Такой Большой Проблемой Для Людей И Когда Восполнятся Потребности В безопасности Людям Нужно Восполнить Потребности В отношениях То есть К примеру Там Любовь К примеру Да Потребность Там В отношениях В любви Принадлежности Поэтому В церкви Что делают Церкви делают Всякие Значит К примеру Консультирование Консультирование Потом Собрание По маленьким Ячейкам То есть Все создается Для того Чтобы люди Пребывали В общении Хотя К примеру Я тоже Когда я был В Индонезии То была Церковь И там Были у них Такие Такие Маленькие Группы Маленькие Группы И они Получается Строят Отношения Потом Когда надо Они Отмечают День рождения Друг друга Ну конечно Людям нравится Такое Ну конечно Это лучше Правильно Чем сидеть Дома В одиночестве Ну конечно Вот Целыми семьями Они ходят В церковь И там Они хорошо Проводят Время Поэтому Церковь Выполняет Такую роль Но потом Когда восполнится Эти нужны Люди Уже Они больше Не нуждаются В отношениях У них другие Нужны Потребности В Самоуважении Самоуважении То есть Люди Не хотят То есть Люди Не хотят Получить Какое-то Признание Какое-то Одобрение Других Людей Поэтому Что делает Церковь Церковь Она Создает Системы Чтобы Люди Очень хорошо Получили Чтобы Люди Легко Получали Должности Потом Чтобы Они Получили Чтобы Они могли Продвигаться По должности И Также Соответствующие Отношения Если Потом Уже Люди Не удовлетворены Вот этим То Они Уже Церковь Не будут Ходить То есть Пример Если Есть Какой-то Пресвитер И К нему Недолжного Отношения Признание Одобрение То Он Потом Обижается Перестает Ходить Церковь То есть Получается Вот такое То есть Если К нему Отнеслись Чуть-чуть Не так Либо Еще Что-то Все Это Задевает Их Чувство Чувство Собственного Достоинства И Они Больше Даже Не ходят Церковь Уже И Даже Если Восполнится Это Нужно Все равно Человек Он Не будет Удовлетворен Почему Потому Что Есть Еще Другие Потребности Называется Потребность В Самореализации Самореализации Еще сказано В самоактуализации То есть Люди хотят Они Желают Проявить Свои таланты То есть К примеру Там Каким образом Через Успех В церкви Потом Через Возрождение Церкви Затем Они участвуют В В политике Участвуют Поэтому Церковь Она тоже Создают Программы Для То Чтобы Люди Могли Достиг Успеха Чтобы Люди Могли Продвигаться В Обществе Возрождение Чтобы Могли Тоже Проводить Поэтому Церкви Где нет Евангелия У них Проходят Вот такие Вот Программы То есть Причина Причина Вера Разрушается Потому Потому Что Вот Если Если Нет Евангелия То Вроде Люди Приходят Церкви В самом Начале Есть Какое-то У них Такое Вдохновение Но Впадали Они Впали Они Впали В Вот Такие Программы Чтобы Решать Проблему Людей Но Все Вот Эти Вот Вещи О Которых Мы Говорим Библия Называет Их Греховные Человеческие Потребности Греховные Человеческие Потребности Потребности Поэтому Вот Социолог Маслоу Он Он Упорядочил Он Упорядочил Вот Эти Пять Пять Видов Нуж Как Иерархия И Вот Если Посмотрите Колоссянам Три Пять То Сказано Что Все Вот Эти Вот Вещи К примеру Жадность Это Тоже Это Идолпоконство И Это Есть Стратегия Сатаны На самом То Деле То Получается Вот Такие Церкви Которые Не Знаете В Англии А только Заримаются Такими Программами Они На службе У Сатаны И Что Мы Видим Почему Потому Что Если Вы Посмотрите Экклезиаст Как Я Говорил Вчера 3.11 Бог Он Поместил Внутрь Человека Вечно Вечный Мир И Также Что Мы Видим То Есть Внутри Человека Есть Внутри Человека Есть Жажда Жажда К Духовному А Духовное Оно Вверху Оно Вне Мира То Все равно Их Жажда Не Восполнится Почему Потому Что Потому Что Верующие Они Жаждущие Не Из-за Отсутствия Материальных Вот Этих Потребностей Они Жаждущие Из-за Духовного Поэтому Псалом 42.2.3 Что Сказано Что Бог Душа Моя Она Жаждет Тебя То Есть Подобно Лане Которая Значит Псалом 41.2.3 Подобно Лане Которая Желает Воды Так же Само Душа Моя Господи Вот Душа Моя Желает К Тебе А Люди Духовного Не знают И Только Пытаются Восполнить Все Вот Это Вот Материальное Поэтому Что Мы Видим Вот Поэтому Вот Человек Он Побежден Тремя Организациям Почему Три Организации Они Что Получают Силу Сверху От Беса Поэтому У них Есть Сила Завоевывать Этот Мир И От Кого Не Получают Силу Ефесян 2.2 От Сатаны Который Который Держит Все Власть Воздухе То есть Сатана Он 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 Ведет Людей Через Медитацию Потом Люди Которые Занимаются Медитацией Они Говорят Мы Находим Какой-то Другой Мир Есть Другой Я Есть Другая Вселенная Внутренний Мир Какой-то Потом Говорят Ты Есть Другой Ты Потом Говорят Ты Вселенная Потом Говорят Что Через Вот Эта Медитация Они Что-то Получают Какую-то Сил Потом Вы Знаете Вот Это Движение Энергии Движение Энергии То же Самое Через Движение Энергии Они На самом Деле Они Наполняются Бесами Поэтому В Глазах И Вот В Глазах Тех Кто Занимается Медитацией Они Так Говорят Вот Эти Все Земные Потребности Это Все Низкий Уровень Это Низменный Уровень И Потом Те Люди Которые Занимаются Медитацией Они Говорят Нам Не Нужна Религия Нам Не Нужна Церковь Поэтому Многие Элиты Они Они Занимаются Медитацией Но Все Это Отчего Прошло Это Пошло От того Что Как Говорит Библия Есть Вот Эта Жажда В глубине Души Людей И Все Люди Без Исключения Они Не Жажда Поэтому Сатана Он Использует Эту Стратегию В виде Физических Потребностей В виде Медитации В виде Трех Организаций Поэтому Сатана Он Он Дает Силу Тем Кто Занимается Медитацией Которая В итоге Является Обладаемым Духом И Они Завоевывают Экономику Культуру А А Верующие А верующие Христиане Они Думают Только О материальном Физическом Поэтому У них Силы Нет И В итоге Они Находятся На службе У неверующих Поэтому Иисус Он Говорит Иоанна 6.63 И вам Необходимо Понять Это Он Сказал Это После Того Как Он Совершил Чудо Накормив Пять Тысяч Людей Двумя Рыбами И Пятью Хлебами То есть Настолько Много Накормил Что У Пятитысячной Толпы Которой Нечего Было Кушать После Того Как Они Покушали Еще Осталось 12 Коробок Поэтому Конечно Такие Люди Не хотели Сделать Иисуса Царем Ну Конечно Если Такой Человек Будет Примерно Президентом Вообще Не будут Проблем Никаких Ни с Финансами Ни с Чем То есть Экономические Проблемы Закончатся Но Иисус Он Убежал От них Но Люди Последовали За ним И И они И они Сели На Лодку Чтобы За ним Поплыть Но Иисус Продолжал Убегать От них И И И И Иисус Он Все Таки Усадил И Он И Он Говорит Им Говорит Я знаю Почему Вы Следуете За Мною Вы Следовали За Мною Не Потому Что Вы Видели Знамения А Потому Что Вы Ели И Пили И Насытились Поэтому Иисус Говорит Вот Это Слово Яна 6 63 Говорит Я Теперь Дам Вам Настоящий Хлеб Настоящий Хлеб Больше Кушать Не Буд Хотите Если Покушать Вечно Не Будете Жаждать Больше То Есть Вот Они Недавно Пили Ели И Вот Когда Они Услышали О Нам Дадут Сейчас Вечный Хлеб Конечно Они Захотели Покушать И Говорят Дай Нам Затем Иисус Говорит Ешьте Мою Плод И Пейте Мои Кров Ну Конечно Они Не Могли Понять О Чем Он Говорит То Есть Они Думали Сейчас Он Даст Нам Еды А Он Говорит Ешьте Мою Плод Пейте Мой Кров И Тогда Они Подумали Да Нет Наверное Он Нам Не Даст Того Чего Мы Хотим И Они Все Ушли И Потом Иисус Говорит Ученикам Говорит Дух Животворит Плоть Пользы Не Приносит Он Говорит Слова Которые Говорю Я Вам Суть Дух И Жизнь Значит Вам Необходимо Понять Это Для Того Чтобы Вы Могли Вести Служение Вам Необходимо Понять Конечно Есть Необходимые Вещи Я Не Говорю Что Кушать И Так Далее Это Не Надо Все Это Нужно Мы Говорим Необходимое Служение Я Тоже Не Говорю Не Кушать Не Не Необходимое Служение Оно Нужно Конечно Оно Нужно Но Нет Ценности Поэтому Вам Необходимо Различать Необходимое Служение И Ценностное Служение Сказано Дух Животворит А плоть Пользу Не Приносит То То есть Необходимое Служение Просто Выполняет Подготовительную Роль Подготовительная Роль Поэтому Тоже Самое Значит Если Служитель У него Не будет Заключения Относительно Евангелия Относительно Ценностного Служения Тогда Будет Вести Только Необходимое Служение И Конечно Толпа Любит Такое Ценностное Служение Толпа Любит К примеру Я тоже И вот Ну к примеру В Эфиопии Потом Шри-Ланке Тоже Были Такие Предложения Ко мне Паста Давайте Мы Соберем Много Людей Там Пять тысяч Людей Давайте Конференцию Проведем Я сказал Нет То есть К примеру Вот такие Там Какие-то Еретические Организации Вот Еретические Организации Примерно Там Вот Вот Есть Еретические Организации К примеру Там Вот Они тоже Они делают Такие Большие Крусейды Они Собирают Много Людей Ну Ну Почему Потому что Ну Ерес Она Так Делает Собирает Очень Много Людей Потом Дают Деньги На Проезд Дают Деньги На Питание Дают Деньги На Обратный Проезд Поэтому Вы Посмотрите На Их Собрание Конечно На Их Собрание Очень Много Людей Ну И Людям Нравится Конечно И Потом Они Это Показывают Новостях И Люди Получают Впечатление Ничего Себе Столько Людей Собралось И Конечно Ж Церкви Церкви Нравятся Такие Отчеты И Церкви Еще Больше Начинают И Жертвовать Получают Впечатление Но Это Все Это Все То Что Интересно Толпе Потому Что Толпа Она Любит Вот Эти Вещи Но Мы Не Можем Так Вести С 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 Никакой Пользы От Этого Не Будет Да Конечно Чтобы Мы Кушали Чтобы Мы Жили Нам Нужны Вот Эти Вещи Но Это Лишь Играет Подготовительную роль Значит Но Делайте Вот Это Евангелие Ценностное Служение Евангелие То есть Иисус Говорит Слова Которые Говорю Я Вам Суть Дух И Жизнь Дух И Жизнь А если А если Духовного Не знать Реальности Мира Не знать Тогда Сатана Улавливает Людей Вот Используя 12 проблем Треорганизацию Он полностью Улавливает Людей И церкви Которые Не знают Евангелие Они Они Ведут Такие Программы И только На этом Сосредоточатся Значит Поскольку Я Вот Этим Поэтому Поскольку Я этим Занимался Сам Я Это Все Знаю То Теперь Я Веду Служение По Другому Куда Я Ищу Людей Которые Имеют Интерес В Евангелии И Конечно Таких Людей Меньшество Даже Если Я Найду Одного Человека Даже Если Я Найду Одного Человека У Которого Есть Интерес Евангелия Вот Это Уже Хорошо А Если Мы Будем Вести Служение Необходимое То Мы Будем Мы Будем Много Вести Служение Прилагать Усилия Но в итоге В конце Ничего Не Будет Все Бесполезно Поэтому Вот К примеру Когда Иисус Он Приходил Вот Вы Знаете Да Вот Женщина Вот Одна Женщина Она Она Разбила Вот Кувшин С Вот С Дорогим Маслом И Начала Этим Маслом Вот Тело Иисуса Вот Так Мазать Как Бы Готовить Как Бы Его К Смерти К Погребению И Тогда Ученики Начали Говорить Эй Что Ты Делаешь Да Это Вообще Масло Можно Было Продать Столько Столько Много Можно Было Бедных Накормить Раздать Деньги И Тогда Иисус Говорит Эй Не Делайте Так Она Готовит Меня К Погребению И Потом Иисус Он Говорит Что Где Бо Это Иванг Не Проповедовалось Жертвенность Этой Женщины Будет Известна Всем Людям Такие Бедные Люди Они Они Везде И Они Всегда Будут А Я Не Всегда С Вами Буду Иисус Сказал Потому Что Иисус Он Знал Это Ценностное Служение Поэтому Вам Необходимо Хорошо Понять В чем Суть В чем Суть Греховного Мира В чем Суть Грехопадшего Человека Если Вы Поймете Тогда Вы Поймете В чем Проблема Вот Бытие Третья Глава То есть Сейчас Сатана Он Делает Так Чтобы Люди Они Не Знали О Духовных вещах Он Дает Им Неверие Он Закрывает Духовные Глаза Второе Он Дает Им Неверие Третье Третья Делает Духовного Духовного могли осознать бытие третью голову тогда они бы поняли в чем стратегия сатаны поэтому что такое правильный взгляд на спасение христос который решает три бедствия проблем бытия третьей головы вот это есть спасение значит только решив проблему бытия третью голову только решив три бедствия мы можем с вами прийти к богу мы можем войти в царство божие вот это и спасение поэтому что такое спасение это обрести жизнь вечную для того чтобы я мог жить внутри внутри царства божьего внутри вечного мира и в чем суть настоящей помощи просто помогать им материальным это бесполезно потому что этому нет конца необходимо дать людям духовно необходимо дать людям превосходящее необходимо людям дать встречу с богом потому что сам бог желает дать и бог он изначально дал человеку духовно и небесное благословения поэтому путь это дать людям евангелие евангелие поэтому то есть если будем давать людям евангелие тогда люди вы будете помогать людям в будущем самостоятельно наслаждаться небесными превосходящими духовными благословениями и потом необходимо Помочь людям наслаждаться Духовными благоценениями на земле Вот это наша цель То есть, чтобы люди могли Наслаждаться небесной реальностью Здесь, на земле Поэтому вот у нас сейчас Выходит молитва Это молитва 3.9.3 Потом благословение престола А люди, они не понимают вот таких вот вещей Поэтому Потому что они духовно невежественны А семь рементов, они все наслаждались этим Поэтому они могли спасти эпоху То есть, для них никакие там обстоятельства Не были препятствиями И не было того, кто мог бы С ними соревноваться А что мы видим сейчас Христиане, они не наслаждаются духовными И в то же время Три организации Испытывают силу бесов Поэтому, естественно Верующие, они Они работают на неверующих Поэтому нам нельзя Рементов наших воспитывать таким образом Поэтому необходимо сейчас Через эпоху трехдневных выходных Открыть глаза рементов На этот мир Вот я вчера Вот проповедница Она передала Первые и вторые диаграммы Вот это есть дополнительное объяснение К второй диаграмме Поэтому нам необходимо В этом мире Восстановить Царство Божие Иисус он так сказал Молитесь, чтобы сошло Царство Божие Иисус говорит Что есть, что пить Во что одеваться Не просите об этом Потому что об этом знают неверующие Вы прежде ищите Царство Божие И правда его И потом Сказано все остальное Оно приложится к вам И если Люди понимают Вот что Что это имеется ввиду О Царстве Божьем Тогда они ученики А если они не понимают О Царстве Божьем Тогда они не ученики Поэтому что такое Евангелие Это Царство Божие Восстанавливающиеся Только через Христа Вот Во время следующей лекции Я объясню вам Вот это То есть Не слушайте Вот это послание Просто знанием Как новые знания какие-то Это реальность Это реальность Действительность Которой мы с вами живем Вот сейчас На китайском языке На русском языке На индонезийском языке По ютубу Сейчас тоже Передается это послание Значит Много кто ушел Среди местных корей Ничего страшного Ничего страшного Давайте продолжать У тебя тоже Ну у тебя слушал форум У тебя слушал форум А надо так делать Надо так делать Ну не надо Такой форум проводить Наоборот А я осознал Вот Теперь я буду К себе так Буду вот это Вот это к себе Применять Вот такой форум Проводите То есть Личное 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 Ваше изменение Что Бог вам сказал Лично Вот это должно выйти Вот Тогда по-настоящему Будет форум Приносить пользу А если вы просто Как бы Перечисляете То что было сказано Во время лекции И потом Надо делать Надо это Это делать Желаю что вы проводили Форум такой Индивидуальный Более Индивидуальный Форум Давайте помолимся Бог спасибо тебе Мы желаем И сегодня В течение дня Сосредоточиться На обучении Ты басуешь Чтобы наша Дух Душа Тело Могли сосредоточиться На На тебе Господь И помоги Нам наслаждаться Тем Что ты уже Нам дал Молюсь В имя Иисуса Христа Аминь Сосредоточиться Иисуса Христа Я взобще Иисуса Христа Продолжение следует...